Итак, справа от меня Анатолий Колесник, наш первый докладчик. Он разработчик с 7-летним штажем, профессионально занимается пейнтболом, любит пошлые шутки, любит ходить в баню, что еще он любит. Еще, конечно, он любит свою работу и сейчас вам расскажет доклад о том, чем он занимается. Пожалуйста, полите до слова. Спасибо. Всем привет. Спасибо, что вы пришли сегодня. Мы с вами будем говорить о новой скеле. Если вам там интересно, что-то на эту тему ответить и тому подобное, вот вы знаете хэштег SYNGPHP и мой никнейм, вот этот зелененький аватарчик, можно даже двое уже писать. Скажите, кто здесь из присутствующих вообще работает с базами данных? Отлично. Ну, вы не все поняли, если поможет, кто там постеснялся и все такое. А кому приходилось работать с хранилищами, о которых мы будем говорить, о новой скеле? Отлично. Ну, я приблизительно на такую аудиторию рассчитываю, потому что этот доклад, он как бы больше рассчитан на тех, кто еще не работал и хочет или думает, это все дело начать. Ну, давайте начнем с самого первого, да, нас определение, что такое новый скеле и вообще зачем он нужен. Ну, зачем нужен, как бы это так смотрится интересно со стороны, потому что все крутые конторы, которые там делают большие проекты и потом люди, которые ими владеют, становятся миллионерами, миллиардерами и так далее, такие как Google, Twitter и тому подобное, они так или иначе используют именно новые скеле решения. Мало кто из 10 перечисленных использует, например, Oracle, SQL Server. Даже никто не использует, может быть, на каких-то там подпроектах, но все эти сайты, они построены с использованием новой скеле решений. И такой вот тренд накапливается. Собственно, будем сегодня приоткрывать завесу, чем это все-таки круто и почему надо и почему не надо использовать. И сразу же в начале, чтобы предупредить некоторые вопросы, я скажу, что я вам здесь не продаю новый скейт. То есть я не хочу говорить, что новый скейт там где-то, что надо сразу бежать на него переходить и тому подобное. Нет. Я сейчас вам расскажу такие вещи, при помощи которых вы сможете решить в будущем, какое именно решение вам надо решать и выбирать для конкретной задачи. Где новый скейт, где Oracle, где что-то еще вам понадобится. То есть никак я не хочу там сразу сказать, что это все лучше, чем что-то и тому подобное. Хотя конкретные вещи буду озвучивать. Итак, собственно, переходим к определению. Ну, интересно с определением новой скейт как такового, а то, что его вообще нету. То есть нету конкретного определения. И я сейчас вам даже его не расскажу, но я как бы подведу к нему и как объясню, как можно отличать новой скейт с милищами от остальных. Есть некоторое такое вот, бытуетые, некоторые расшифровки на эту тему. Что такое новой скейт, это то, что это тех милища, которых нет из скейт, или тех милища, которые не только с скейтем работают и с чем-то еще. В начале этого года Марстин Пауэллер начал совместно с еще одним человеком писать книгу «Новый скейт вестил». Она зарелизилась на Амазоне буквально месяц назад. Сейчас едет ко мне, должна доехать. Поэтому кому интересно, там можете либо поискать электронную версию, либо купить себе. Так вот, собственно, в этом же январе этого года Марстин Пауэллер, ему тоже надо было написать определение для этой книги, как и мне включить определение в доклад. И он это дело исследовал. Первое, что он отметил, он сказал, что то, что говорят, но он ли скейт, расшифровку, новый скейт, но то ли скейт, это не совсем хорошо, а как бы даже совсем нехорошо, потому что это, ну, не говорить ни о чем. Например, тот же SQL Server, он не только там скилл запросы может выполнять, он еще и может, не знаю, там, строить графики, там, какие-то отчеты делать, логи накапливать, может давать много чего другого от того, что не только сюда записано. Поэтому вот определение нового скейта, нового скейта вообще бессмысленное. И еще там Фауэллева интересная вещь приводит. Пример, то, что, ну, если нового скейта писать, то буква O должна быть большая, вторая. То есть новый скейт, то маленькая, и в интернете маленькую пишут букву O в основном, поэтому новый скейт, это все-таки то, где скейта нету как таково. Ну, неважно, определения охраны, что нету, но что мы имеем? Короче, новый скейт хранилища, это те хранилища, которые соответствуют трем и более пунктам из тех, которые здесь перечислены. То есть они не должны соответствовать тем пунктам, но каким-то из них и большинству в принципе соответствуют. Вот такое вот раскрытие определение. Собственно, что это за пункты? Первое, то, что хранилище нерелационное, то есть в нем объекты хранятся независимо друг от друга, и если какой-то объект на какой-то ссылается, то само хранилище не может своими средствами эту связку поддерживать по летам запросов, не может ничего оптимизировать на эту тему и так далее. А вторая вещь — это опенсорсность. Но вторую вещь сразу понятно, да, что не все нерелационные хранилища соответствуют этому пункту. Некоторые из них в опенсорс разработке, некоторые нет. Там какие-то платные, какие-то бесплатные. Третье, и в принципе это как бы пункт, он для всех, почти для всех нерелационных решений поддерживается, то, что все из них можно установить на большое количество компьютеров, при этом они будут работать в параллели достаточно эффективно и достаточно хорошо. Четвертый пункт — это отсутствие схемы данных. Под схемой данных я подразумеваю вот что. Если, допустим, у нас есть пользователь, сущность такая вот в системе, как, например, участник в конкретной хранилии, и этот участник, у него там могут быть поля, фамилия, имя, имейл, что-то еще. В случае решений на базе ворах или сиквел сервера, это у нас какие-то конкретные столбцы в базе данных, у которых указан их явно тип. Если это строковый тип, то, скорее всего, указана его длина, указана, могут ли там быть национальные чарактеры, или могут быть только обычные английские символы и тому подобное. Это то, что имеется тут под схемой. У новой сквель-хранилища их нету схемы. В каждом поле может быть записано все, что угодно. И точно так же, может быть, если было три поля, через неделю можно стать 4-5-6-7 полей, и при этом надо ничего делать. То есть просто у меня программные коды, и оно начинает все работать. Есть, понятно, здесь плюсы и минусы, но вот в таком моменте все, кто тоже почти у всех новой сквель-хранилищ. Есть этот пункт. Ну, и даты. То, что каждое практически новой сквель-хранилище, которое появляется сейчас в мире, оно не просто так разрабатывается. Оно разрабатывается, потому что есть какие-то программные продукты, для которых оно применимо. И в основном эти программные продукты являются веб-продуктами, потому что там окрутится очень-очень много данных, которые надо анализировать так или иначе. Вот это тоже интересный пункт. То есть что это означает? Это означает то, что, грубо говоря, то, по числу делаются оптимизации, и что вообще происходит, вот во всех этих хранилищах оно не устарело. То есть оно соответствует, там, не знаю, текущим SSD-хранилищам, например. У них там совершенно по-другому доступ к данным идет по сравнению с обычным тестером. Или там текущим количеством оперативной памяти, которое существует. То есть вы будете знать, что, грубо говоря, более-менее, то железо, на котором будет сидело раноц, оно именно заточено, а не когда-то давно писалось, и просто вот пришло к тому, что есть сейчас. Окей, давайте переехаться дальше. Смотрите, если, в принципе, есть какие-то вопросы, походу, можно их задавать. Я, как бы, нормально отвечаю. Ухладело, только поднимайте там руку, я, если увижу, прошу вам, ну, как бы, сказать, что именно вас интересует. Вот. Конкретно типа. Новоскл-хранилища, их очень много. Есть такой сайт, новоскл.орг, на нем зарегистрировано сейчас порядка 120 чем-то новоскл-хранилищ как таковых. То есть их реально очень много. И с ними было бы сложно работать, и не раздвигли на какие-то группы. Потому что все-таки они разные, и друг на друга не похожи. Какие конкретно группы существуют? Ну, их там, самих по себе, вот эти групп классификации там около 10, но самые основные, это 4, которые написаны здесь вверху. Это Key Value хранилища, Common Family хранилища, документные хранилища. И раньше я говорил всегда, что основных 3, но, ну, как бы, сейчас уже 4, четвертый граф-хранилища. Они тоже приходят на рынок, их начинают использовать. В Харькове вот в начале года никто не использовал граф-хранилища. Сейчас я знаю, по-моему, 2 использования, в TeamDev и еще одной компании используют ребята граф-базер-хранилища. Так вот, смотрите, сейчас я последовательно пройдусь по... Вообще, этот доклад, он заточен подаст первые 3 типа хранилища. Они используются в 80-90% случаев. Граф-хранилища такая специфическая вещь, о них говорить совершенно отдельно, все и нет смысла в рамках этого доклада. И, собственно, что отличает эти 3 типа хранилища друг от друга, и что это вообще, собственно, такое. Самое простое хранилище, это Key Value хранилища. Чем оно просто? Сама схема хранения данных построена таким образом. Есть какие-то коллекции, ну, коллекции — это аналоги, таблицы. Они есть в каждом хранилище. И коллекция — это, грубо говоря, набор пар, ключ-значение. И все. То есть ключ-значение, ключ-значение, ключ-значение и так далее. Интересно здесь вот что. То, что ключ — это чаще всего строковое значение какого-то определенного вида, это либо там просто строка, либо какой-нибудь там URL, если там хранилище, когда это дело заточено, ну, там можно использовать числа и тому подобное. А значение — это значение какого-то простого типа. Что я имею под простым типом? Это просто строка, либо число, либо, в принципе, все. Максимум, что Key Value хранилища, с чем они могут работать, в качестве Value хранить массив. То есть, что имею в виду, что ничего больше хранить нельзя. Понятно, что мы можем там любой, все знают, что такое JSON-формат. С присутствующим. Ну, интернет, все дела. Веб-разработка заставляет с ним работать. Понятно, что мы можем взять и сохранить любой объект JSON и положить его как строку. И оно сохранится спокойно в Key Value хранилище, но само хранилище, оно не сможет с ним работать, на уровне того, что это JSON, сложный объект, доставать какие-то от пропорти, и тому подобное. Надо уже руками делать. И все. Поэтому само хранилище, я считаю, что у него там простые какие-то данные хранятся, но их поддается на целиком. Максимум, если массив там поедутся, можешь что-то выбрать. Отличительная способность этих Key Value хранилищ это скорость. У них просто нереальная скорость. Кэш от хранилища вообще используется без персистенции на диск, то есть оно поднято всегда оперативной памяти на класс 3 компьютеров, поэтому скорость очень крутая. Но личное мое мнение, ну, и оно, в принципе, подкреплено фактами в том, что Key Value хранилища ни в коем случае не надо использовать как основной сторож данных. Чаще всего это используют в качестве кэша для тех данных, которые нужны быстро. Туда можно положить, например, в течение неизгенерированной HTML сайта, главной страницы, и доставать его туда по ключу для каждого пользователя, если это соцсеть, у каждого пользователя своя там главная страница. и оно будет очень быстро все это дело работать, но реальные данные там лучше не хранить, с ними сложно будет работать, неудобно амперировать. Следующий тип хранилищ это документные хранилища, и они как раз заполняют собой, большую часть рынка, и чаще всего разработчики типа нас, которые не работают над супер-досложными решениями, обращаются именно к документным хранилищам. Что такое документное хранилище? Вообще их три. Больше из тех, кроме тех, которые здесь перечислены, документных сторожей практически никто не использует, это 98% своих документных хранилищ, поэтому выбирать между тремя очень легко. Как бы сравнивать документные хранилища, это тоже пара ключ-значения, только значением здесь является не простое значение, а сложное. Это документ в формате JSON или формат BSON для MongoDB используется, BSON это тот же JSON, только который хранится в бинарном формате. Можно представить, что это просто зазипованный JSON, но к ним можно точно так же обращаться, сама система умеет с ним работать очень легко. И что здесь интересного, то что само хранилище, оно понимает, что это документ, что в нем могут быть, не знаю, если это, опять же, посетители конкретно там SyncPHP, что у него там есть более адрес, то подполем адрес могут быть поля там сети STAID и ZIP, и, короче, можно с этим всем делом работать на уровне запросов хранилища, то есть можно опросить, а дай мне там все те, которые живут в Харькове, и ребята, которые в осени попадут в эту варку, или наоборот. И это вот, грубо говоря, тот тип хранилищ, который проще всего освоить, если переходишь с обычного склея, потому что почти все, что там есть, я об этом буду говорить дальше, но есть и здесь, то есть можно какие-то делать интересные выборки, подобные вещи. И третий вид хранилищ, это колон-фреймали хранилища. Они находятся где-то посередине между KVL и документными, и чем они интересны. Во-первых, они достаточно быстрые, то есть они практически настолько же быстрые, как и быстро сам Васильник КВЛ. Но при этом они очень сложные в работе с ними, в построении архитектуры самого хранилища. Например, вот то, что я говорил, что схема не должна быть, ну, что обычно хранилище схемалось, в каком-то смысле колон-фреймали хранилище требует, чтобы у них определенная вот схема была. При этом строятся данные таким образом. Я обычно так, поверхностно по этому делу пробегаюсь, потому что нету, нету как бы смысла сразу прыгать на колон-фреймали хранилища. Ну, в общем, есть такие понятия. Первый момент это колон. Колон это элемент колон-фреймали хранилища. Колон представляет из себя поле из трех значений. Первое имя, имя этого колонна. Второе поле это вэлье и значение этого колонна. И третье поле это таймстэмп. Дата последней модификации этого колонна. Вот такой вот блок. Супер колонн это набор из нескольких колоннов. При этом каждый из этих колоннов имеет свое имя. Хороший пример супер колонн это набор сити-стейт-эйзипа. То есть вот супер колонн который состоит из сити-стейта-эзипа а каждый из них допустим сити это уже колонн и у него снова есть имя вэлье и таймстэмп. При этом имя колонна получается два раза. То есть сначала супер колонн это сити потом колонне снова сити записано. То, что оно как бы так вот два раза это надо для понимания того, что здесь происходит сама система охранит конечно не повторяет по сто раз все эти дела. Вот и третий момент колонн фэмили. Колонн фэмили это такая короче штука которая состоит из колоннов либо супер колоннов и здесь уже появляются ключи. То есть колонн фэмили это набор из пар ключ-значения где значением являются колонны либо супер колонны. Приблизительно вот так. При этом интересная особенность следующая она такая что Аенда когда-то сказал на своем блоге колонн фэмили хранилища сложны тем что если в них неправильно положить данные то их кто-то нельзя будет достать. И это действительно так потому что если неправильно организовать хранилища то с этим будут проблемы и я об этом расскажу позже когда мы дойдем до понятия выбора из новостей хранилищ и того что там происходит. Смотрите конкретно про колонн фэмили я тоже сразу скажу сейчас я спрашивал ребят которые из России из Украины кто реально использует колонн фэмили хранилища и если такие я нашел только одну команду и причем я же не так давно нашел они пошли на колонн фэмили причем они пошли не потому что им нужна была крутая скорость быстрее чем документ хранилищ а им нужны были особенности распределения по кластерам хранения данных и они выбрали Кассандру потому что Кассандра поддерживает несколько мастеров одновременно поднятых а не один мастер и куча представил и вот какая-то специфика заставила на колонн фэмили прийти поэтому если вы выбираете хранилище то чаще всего хватает документного хранилища с головой оно настолько быстрая что разница с колонн фэмили не такая значительная чтобы добавлять себе геморрой с достиганием вообще этих колонок и подобных вещей смотрите если у кого-то сейчас есть вопросы пока мы поговорили то задавайте я слушаю в колонн фэмили вы говорите что колонн содержит CD кроме всего прочего таймстэм то есть он функционированный или этот таймстэм смотрите для каких конкретных целей таймстэм хранится там не хранятся сразу скажу предыдущие версии этого значения таймстэм используется для оптимизации конкуренции когда мы производим запись в хранилище если мы указываем таймстэм предыдущего значения которое мы знали нам эксэпшен прилетит ну или не дальше я впереди про это литерство расскажу еще еще вопросы есть отличненько так ну давайте ехать дальше дальше две вещи которые следует упомянуть то что ну по крайней мере я когда там рос учился в университете и тому подобное меня учили обычным таблицам меня учили нормальным формам как где нормализовывать данные как нормализовывать о том какие-то там я могу вещи транзакционировать или нет и тому подобное и в принципе но у меня достаточно сильно в голове отложилось и я думаю что у большинства здесь присутствующих тоже и ну вообще так в мире как бы да все работали обычно со скверхранилищами поэтому при переходе при первом вообще попытке использования скверхранилищ есть такое понятие как манжит когда тяжело начать использовать и потому что встречаются какие-то такие проблемы например там я вот хочу что-то определенное сделать там например не знаю решить задачу букания билетов каким-то определенным образом оно мне не получается там не работает или какой-то солюшен получается нестабильный в каких-то ситуациях и тому подобное короче здесь такой прикол что но москвел хранилищ они совершенно по-другому заставляют смотреть на решение проблем у каждой проблемы есть несколько решений мы привыкли решать в рамках москвеля в рамках того что нам транзакцию надо открыть или там какие-то там зависимости сделать неважно для каждого конкретное решение которое может такое возникнуть и непонятно почему ну вот если у вас будет окромен что вы стартнули задачу и никак оно не ложится на новый скил просто не надо говорить новый скил в меня отбрасывает стороны и тому подобное надо полезть интернет почитать очень много стандартных паттернов обсуждается о том как подойти к решению одного и того же вопроса я либо в докладе либо потом 15 минутки после перерыва кому будет интересно расскажу какие подходы можно использовать для разных вещей вторая вещь с этим мальчиком то что от DDD есть такая вещь она расшифровывается два раза по-разному там даже на википеде я смотрел есть две расшифровки есть расшифровка то что DDD это 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 DDD сформировалось и второе это DDD 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 ну про DDD DDD не буду 20 подробностей а вот DDD DDD это грубо говоря когда мы садимся к нам поступил новый проект и он начинается с того что мы садимся пишем хранилище какие у нас будут таблицы как они будут между собой то есть взаимосвязаны и потом начинаем писать вход вот это такой DDD я не хочу сказать что он плохой это нормальный подход но если приходилось работать именно по этому подходу то тогда маншифт будет сложнее то есть будет сложнее перестроиться потому что больше было звязок на базу в случае дома драйва дизайна там например на архитектуре хорошо и правильно концентрироваться на бизнес-логике приложения а репозиторий то что сохраняет собственно все хранилище достает оттуда он там в сторонке стоит выполняет конкретные уже действия и дома драйва дизайна там меньше проблем с этим потому что ну как бы репозитория это всего на основе одна какая-то десятая всей задачи и там уж как-то можно решить те проблемы которые возникают или не возникают вот и это кстати интересно потому что мы у себя в команде когда первый раз начали использовать все это дело новосклей это было год назад мы как раз уже стартнули продукт по первому пути и поэтому мы не почувствовали сильных проблем при переходе то есть какие-то вещи всегда возникают там раз два-три месяца что-то надо посмотреть больше подумать и тому подобное но каких-то таких совсем затыков у нас не было поэтому кто дома драйва дизайна работает особых проблем быть не должно и еще в рамках всего этого новосклей для дела я хочу в двух словах познакомить с концептом Мопредьюса потому что это один из способов делать вообще выборки по новосклей хранилищам на самом деле Мопредьюс он появился отдельно от всего этого дела но в конце концов новосклей хранилищ его поддерживает вообще сам по себе Мопредьюс это такая вот скажем так возможность ну набор кода или такая программа либо фреймбок в общем понимании который позволяет нам делать следующее как программисту указать ему вот здесь возьмем данные они здесь лежат вот тебе две функции Мопредьюс запусти это все сам вот тебе куча машин 100 компьютеров на них как-нибудь сам покрутись и выдай мне в конце концов результат все такая вот абстракция при этом все Мопредьюсы они обычно написаны никто не пишет их сам по себе и как бы надо ими уметь пользоваться сейчас я подробнее расскажу пока не перешел к следующему слайду еще предыстория небольшая в 2009 году Яндекс официально заявлял что они переходят с Oracle стека на Мопредьюс фреймбок у них была такая проблема в том что наращивание машинных мощностей увеличение в два раза то есть допустим у них было 2000 компьютеров они поставили 4000 компьютеров приводит к увеличению реального скорости обработки данных на 10% то есть понятно мы поставили парк машин два раза больше всего раз на 10% не понятно за что платить деньги за как это все поддерживать и зачем им все это делать если если можно пройти другим путем его придется в этом плане хорош здесь увеличение в два раза мощностей машинных приводит к увеличению в два раза скорости обработки и там дальше по ходу будет понятно почему так то есть это действительно так и есть так вот вообще изначально когда я делал этот доклад я сначала сделал набор MapReduce за 7 слайдов потом посмотрел на это дело и сделал MapReduce за 3 слайда короче сейчас я вам покажу на одном слайде как работает MapReduce и что это вообще такое смотрите как я вам и говорил MapReduce это какой-то фреймбок то есть какая-то система закрытая которая имеет доступ к машинным мощностям в которой на вход мы подаем три вещи данные функцию Map и функцию Reduce и сейчас я вот на примере конкретной задачи попытаюсь пройтись по ходу и показать как это все дело вместе работает какие требования к функции MapReduce и к данным например задача у нас такая посчитать количество слов например в какой-то книге или в Википедии хороший пример посчитать количество слов в Википедии понятно что у нас это сложно сделать в рамках одной мыши но наверное нужны какие-то процессовые мощности побольше потому что данных много и тому подобное первое что нам надо это данные данные это набор какой-то который мы уже достали каким-то образом и там положили у себя распределив там наше новое хранилище допустим да если сейчас такое есть по там машинам или там большим каким-то мощностям вот данные должны храниться в виде последовательного на каждой машине набора каких-то документов или чего-то в этом духе ну короче то есть данные это массив каких-то элементов в данном случае в этом компьютерной я считаю что данные это одна строка из твоего файла то есть одна строка это один элемент данных следующая строка следующий элемент данных и так далее все вот کے-то каким-то образом это дело подготовил. Дальше, когда есть данные, хранящиеся где-то в одном месте, сам framework сделает следующее. Он начнет брать пачками, допустим, по 100 элементов, эти наборы данных и отправлять их в каждую из тех машин, которые у меня есть в кластере, которые заточены на все это дело. Что будет теперь происходить на каждой конкретной машине? Вот здесь показано, что, собственно, с одной машиной происходит. На каждой машине будет происходить следующее. Допустим, на нее пришел набор из 100 элементов, из 100 проктам этой книги. Framework на этой машине сделает следующее сто раз. На каждой строке из этой книги запустит функцию map. Что такое функция map теперь? Функция map должна сделать следующее. К ней такое требование. Она должна принять на вход элементы данных, в данном случае предложения, допустим. И на выходе должна дать набор пар ключ-значения. Интересно, да? Я много говорю про эти ключи-значения в SQL. И, собственно, функция map должна это выдать. При этом требование к ней такое. Она не должна быть сильно ресурсоемкой, то есть не должна занимать много памяти и тому подобное. И второе — это то, что те данные, которые она выдаст для одного элемента массива, не должны никак зависеть от предыдущих всех выполнений этой функции. То есть каждый элемент данных должен выполняться независимо от остальных. Ну, понятно, для чего это надо, да? Потому что мы могли бы параллелить это как можно угодно раз, и иначе как бы все это дело зависит. И тогда нельзя распределить на тысячу компьютеров. Вот. В данном случае функция map для задачи посчитать количество слов в той же Википедии, она делает следующее. Она просто идет последовательно по этому предложению, разделяет, ну, там, где видит она конец слова, она выплевывает его на выход это слово с циферкой 1. То есть видно, что функция map, которая, она вообще даже не должна все это предложение в памяти поднять себе. Она может просто идти последовательно читать это все дело с НЧС, с Рейсом НЧС, с Рейсом НЧС, с Рейсом НЧС, с Рейсом НЧС данных хранятся, и выплевывать память. Поэтому вот так, как хороший пример функции map, она много памяти не ест и достаточно эффективно работает. Ну, все. Вот, разбула тут два предложения, да, функция map выплевывала. Все это дело, циферка мягенькая. То есть ничего она не должна складывать, не должна ничего сортировать. Просто идет и выплевывалась единичками. Дальше управление на каждой машине переходит после того, как map отработал, к framework. map отработал, к framework сортирует все данные, которые, ну вот он, напомню, да, у нас на машину пришлось 100 строк, и из каждой из 100 строк получилась вот такая пачка данных. Вот он берет все, что получилось, и сортирует. Эта сортировка происходит по ключу, ну, там, в этой паре ключ-значения. В принципе, вот, это то, что является результатом. Это единственное место, которое не линейно, грубо говоря, по отношению к количеству данных, которые выполняются. То есть мы знаем, да, что самая быстрая сортировка, она там n-логарифм n, и, но так как сортируются всегда небольшие объемы данных, а дальше потом сортировки нигде не будет, я потом это покажу, что такое медленная сортировки не будет, то алгоритм достаточно эффективный в сумме. Итак, прошла сортировка, получился теперь какой-то набор из этих всех данных, которые есть конкретно в этой машине, и он каким-то образом порядователен. После этого запускается функция aggregate. Aggregate запускает, а, нет, даже, да, запускается функция aggregate, правильно, она является частью фреймбека все еще, то есть это все еще делает фреймбек. Он идет, смотрит повторяющиеся ключи, ну, последовательно проходит, и все повторяющиеся ключи складывают таким образом, что значение пишет, ну, как бы вот здесь нарисовано на этом рисунке. И, по сути, получается набор ключ и массив значений. И вот так вот все классно и хорошо получилось. Теперь функция reduce. Дальше фреймбек последовательно для каждой строки, которая у нас есть, для каждой записи ключ и массив значений, выполняет функцию reduce. Функция reduce, какое к ней требование? Она принимает на вход массив значений. Ну, ключи и минусы, на самом деле. Она принимает на вход только массив значений, и на выходе она должна дать одно значение. При этом она должна выполнять сочетательные и коммутативные законы математики. То есть, по сути, законы такие, переменные места багаемых сумма не меняются, ну, в случае, если эта сумма у нас, например. Второй закон о том, что независимо от того, какой последовательности мы для цепочки элементов будем эту функцию применять, переставлять и тому подобное, результат должен быть один и тот же. Ну, по сути, это вот похоже на один и тот же закон. Функция reduce конкретно для этой задачи — это плюс. То есть функция сложения будет выполнена последовательно на каждом массиве, и мы получим вот такие вот величины. После этого мы все видим, да, что у нас на каждой машине появляется какой-то такой набор данных. Что, короче, как это, вот если отновиться посмотреть сверху, есть проявлок, он, там, у нас есть 100, допустим, компьютеров, он на каждый из компьютеров посылает пачками по 100 наши изначальные данные, и на каждом компьютере проходит вот эта цепочка до конца. Потом, там, в какой-то момент, допустим, на первом компьютере накопилось 10 результатов вот таких последовательных запусков, и таких компьютеров, на которых по 10 результатов накопилось, тоже уже 10 есть. Тогда что делает сам фреймлок? Он берет, там, 100 результатов с 10 компьютеров вот такого вида. Мы знаем, что каждый из результатов внутри себя упорядочен, при этом носит 100 упорядоченных вот таких блоков. Я не буду тут в алгоритмический способ, ну, подробности отдаваться, если что, расскажу потом после доклада. Короче, эти все 100 блоков можно снова отсортировать и получить вот такой результат за, со сложностью N, с линейной сложностью. Ну, как бы, в двух словах, это последний шаг одной из сортировок. Я, кстати, забыл ее название. Там, ну, короче, если кому интересно будет, я потом нарисую и покажу, как это все дело делается. И все. Вот получил снова фреймлок, набор данных, который теперь вот там 100 результатов таких запусков. Дальше начинается снова шаг 2, 3, 4. Снова запускается агрегация, запускается редюс. И так продолжается, по сути, до тех пор, пока все-все-все-все-все данные вот таким образом не будут обработаны. При этом хранилище может быть как угодно распределено. Ну, то есть не обязательно там это все на компьютерах хранится на конкретных. Они могут ходить на другие сетевые хранилища и, в принципе, все. Вот благодаря вот этой всей цепочке все это дело выполняется быстро и линейно. И при этом, если, например, какие-то там 2 компьютера по ходу дела сгорели, то фреймлок, ну, он все равно помнит, окей, я там 3-4-й компьютер отправлял конкретно эти данные, отправлю их заново там на какой-нибудь 105-й компьютер, пусть там те компьютеры заново это дело все обработают. За счет того, что вся эта радость легко параллелится и тому подобное, ничего страшного, нету, что эти данные обработаны будут. Вот. Какие интересные моменты есть? Очень много задач есть, которые можно решить при помощи MapReduce влюблока, то есть при помощи двух функций MapReduce. Есть там, можно почитать в интернете про это все дело, кому интересно. Ну, при этом некоторые задачи, ну, там, учреждения, они решаются цепочкой, допустим, 2 раза надо сделать MapReduce, один раз MapReduce сделали, получили какие-то данные, второй раз MapReduce другой, получили другие данные и тому подобное. И у меня, естественно, знакомый с Яндекса, мы с ним даже как-то думали о том, о примере задачи, которую нельзя положить на MapReduce. Вот. Ну, понятно, что, например, нельзя положить на MapReduce вычисление чисел Фибоначчи, потому что вычисление чисел Фибоначчи в принципе не параллелится. То есть никакую задачу, которая не параллелится сама по себе, на MapReduce положить нельзя. Но мы не придумали такую задачу, которую можно распараллелить, и при этом нельзя положить на MapReduce. Вот как-то такого примера нет, и я не первый раз читаю этот доклад. Каждый раз говорю, что если кто-то такую задачу придумает, или столкнулся с такой задачей, вот, есть задача параллелиться, но MapReduce решить нельзя. Скажите мне, мне интересно на нее посмотреть, и даже очень рад, что, может, у тебя получится решить. Окей, есть ли какие-то здесь вопросы? Нет, отлично. Ну, то есть это дело такое, не совсем легко, может быть, что-то понятно, но то, что надо себе довольнить, то, что здесь действительно все очень легко параллелится, и работает с линейной сложностью, при этом достаточно стабильно и без отказов. Теперь, возвращаясь к нашим новой SQL-хранилищам, давайте поговорим о том, какие плюсы мы получаем, работая с новой SQL-ом по сравнению с обычным SQL-подходом. Интересно то, что первое, что упоминает разработчик, когда их спрашивают, ну, что вам нравится в новой SQL, первое, не упоминает то, что, короче, не надо писать SQL-запросы. А если использовался какой-то RM-слой, то и не надо использовать его. О чем я говорю? Кто использовал здесь присутствующих RM? А кому приходилось оптимизировать запросы, которые этот RM генерит? Вот. А есть кто-то, у кого-то вообще очень легко и опасно получать, оптимизировать запросы RM, и им нормально это все нравится? Нет. Лично я, по своему опыту знаю, мне очень тяжело это все делать, потому что что я должен сделать? Я должен понять, какой здесь RM сгенерировал SQL-запрос, раз. Ну, то есть у меня какие-то специфики работы, я себе, что-то у меня в программе делась или что-то еще, может, что-то изменилось и тому подобное. Ну, ладно, профайлером посмотрел, увидел, какой SQL-запрос. Потом мне надо прооптимизировать SQL-запрос, потому что SQL-запрос, он, ну, как бы, хорошо. Я, допустим, пошел в DB, и у меня SQL-запрос, и у меня они прооптимизировали запросы. А теперь самое непонятное, я должен понять, как мне теперь заставить RM, закинь, видите, вот этот запрос, который он длинил до этого. И это такой пейн, я обычно, например, клюют, пишут к нему процедуру, заворачиваю на нее RM, и говорят, вот так и сработает, и хорошо. Тогда интересный момент, потому что никто не здесь, и разработчики не вспоминают. Ну, Шан, там у нас классно, там все работает, 10 серверов и тому подобное. Если вспоминают, RM не надо делать, есть SQL-надо писать, и это, типа, самый крутой бенефит. Ну, и для меня это действительно так и есть. А если говорить, ну, не только о том, что касается разработчиков, то вторая привлеченная вещь, это масштабирование. Масштабирование у новой SQL-хранилища, оно сделано таким образом. Если говорить об обычных SQL-хранилищах, есть средства, встроенный ворок, и ворсквей, и другие вещи, допустим, постгрейд и тому подобное, которые позволяют распределять данные между несколькими серверами. Есть такие средства, они позволяют синхронизировать данные, и тому подобное. Но когда действительно нужен большой перформанс, на большом количестве данных, я говорю там, ну, действительно большие данные, поэтому даже MySpace, они как-то рассказывали, там, как у них все дела устроены внутри были. Кстати, сейчас скоро будет новый MySpace, можно посмотреть, что из этого получится. Ну, когда реально компания с большим количеством данных сталкивается с такой проблемой, они уходят от того масштабирования, которое предлагает SQL-хранилище как таковые. они делают так называемое горизонтальное масштабирование. Что это означает? Допустим, у нас есть жители Украины, и они у нас не помещаются почему-то в одну базу, мы хотим ее разделить на две базы. Тогда делается следующее. Мы берем в одну базу, кладем жителей Украины с левого берега, в другую базу с правого берега. И, собственно, все. Это, ну, пример горизонтального масштабирования. При этом наше приложение, при тем, как сходить за данными какого-то пользователя, кроме того, что он знает его идентификатор, он должен знать, в какую базу пойти. То есть к идентификатору он должен знать, что эта вещь хранится, допустим, ну, что это в пользователь с левого берега, он там на Украине, или справа, или там наоборот. Вот. Какие там решения на это дело строятся, какие-то есть, неважно. Но важно здесь то, что действительно эффективное масштабирование на скверх хранилищах допускается, так называемым, application-aware-скреером. То есть ваше приложение знает о том, что это масштабирование есть, и оно должно, ходя к данным, всегда об этом помнить. Ну, для тех случаев, для тех данных, которые были масштабированы таким образом. Вот. Для новой сквера выполняется точно масштабирование без application-aware-скреером. Там выполняется автоматически из коробки, где-то вертикальное масштабирование, то есть по записям, по идентификаторам. Ну, это понятно, да? Почему это получается легко. Но сквер хранилища само по себе можно сказать, ага, у меня есть там 10 серверов, все ключики, которые заканчиваются на один, с первого сервера, все, которые на два заканчиваются, ключики на втором сервере, все, которые на третьем. И поэтому можно ходить в одну и ту же ноду новой сквер хранилища. Предложение не будет знать о том, что оно на самом деле полезет на соседний сервер, и туда достанет нужные данные. И это вот такой классный бенефит новой сквера, потому что, да, в этом плане все хорошо. То есть, может, термирование такое, что приложение пишешь, не задумываешься о том, что и когда будет, и что придется этим делом делать. Еще один момент — это скорость. Скорость просто нереальная. Поверьте мне, в новой сквере решениях очень-очень большая скорость. Я сознательно не включаю сюда сравнения с, там, не знаю, сквер, вот здесь всякие синтетические тесты, да, там SQL-решение и новых сквер-решение, потому что они меняются каждый месяц, с каждым релизом происходит заточка под определенные вещи, и надо включать, не знаю, программу анализа, которую вы гоняете каждый вечер, там, перед докладом. Она будет гоняться, там, день, ну, не важно. Конкретно не хочу говорить, одна база быстрее, чем другая или нет, но, в целом, новость сквер-решения намного быстрее, чем SQL. И это особенно важно, когда у вас появится очень много данных, которые надо анализировать. На маленьких данных, да, может быть, это неважно, но когда вопрос скорости встает ребром, новость SQL — это очень быстро. Особенно, а кивы или хранилища, там просто улет, вообще, все нереально моментально происходит, кому интересно, пробуйте проиграться с этим делом. Еще одна вещь, собственно, да, для чего это все дело делать, это возможность без какой-то головной боли, там, разработчиков и администраторов в процессе, очень большие количество данных. Очень-очень большие. Те, которые, может, нельзя сохранить никак на одной машине, как бы не хотелось, там, не знаю, на кластрате 100 тысяч компьютеров, но с кивы или решениями будут работать. Понятно, что не все это какие-то, там, может быть, сырые и тому подобное, но те, которые стабильные, те, которые, там, на сухую или перечисленные, там, здесь, в этом докладе, они будут работать и достаточно эффективно. То есть быстро, с линейной сложностью, с нормальным наращиванием вычислительных мощностей и тому подобное. И по ходу доклада, я думаю, вы поняли, там, с самым превьюсом, с тем же он позадает. С этим делом все хорошо, процесс. Вот. Ну, как бы, да, у нас у всех хватит, да, в ленифитах есть какие-то привычки, из-за нашего майншифта, мы привыкли какие-то задачи решать уже определенным образом. Ну, там есть стандартные паттерны, как там данные в базу класть. Я там привык к тому, что у меня база может отдавать отсортированные, например, данные, да, или там я могу там какую-то агрегацию на них выплатить, сумму найти, чего-то. Вот. А как с вот теми вещами, которые мы в последней жизни используем обычно? Скрехвинишер, как здесь вот это дело в новой скреле? Первое. Выборки. Тут я детально поговорю, собственно, о выборках, как вот ходить в хранилище. Помните, я говорил, да, что если положить данные в колум-фэмили хранилище, то их достать оттуда будет, если неправильно положить, то их оттуда нельзя будет достать. Почему так? А колум-фэмили хранилище поддерживают выборки по... по сути, они поддерживают выборки только по ключу. То есть, что это означает? Я знаю ключ, мне дадут данные. Если я могу сделать еще выборку по рейнджу ключей, допустим, там, с сотого по двухсотый, или с Иван Петрович по, там, Мария Васильевна, и вот, по рейнджу я могу тоже выбирать. При этом могу сортировать вперед-назад. Но только по ключу. Я не могу выполнять сортировку по дополнительным полям. И не могу, например, выбрать пользователя, у которого в каком-то дополнительном поле что-то хранится. То есть, что это означает? Это означает то, что, если я, например, не знаю, мне надо использовать или мои системы, мне их в одном случае надо выбрать по идищнику, а в другом случае выбрать те, которые живут в Харькове, то у меня должна быть вот тут в Callum Family такая коллекция, у которой ключом является Харьков. Либо Харьков, запятая, там, Мария Васильевна. Вот. То есть, мне надо строить таким образом, чтобы ключи, на сути, на каждый вариант выбора, который мне нужны, у меня должна быть копия данных, которые нужны для этой выборки, и ключом должны являться вот этот элемент. Вот, собственно, такой интересный момент. В Кассандре сейчас есть некоторые наработки, которые позволяют выбирать дополнительно обойти не только по главному ключу, а в глубину, но изначально в Callum Family не для этого задумывались, и максимально эффективны, и только в таком режиме использования. Вот такой интересный момент. Ну, и третье, что можно делать, это MapReduce. MapReduce выборки можно прогонять на данных, это вот все аффлекации, которые там, сложение, и там подобные вещи. Теперь документные хранилища. С документными хранилищами круче, и с ними проще всего работать, потому что они поддерживают, точнее так же, выборки по ключу, по рейджу ключей, по MapReduce, но самое главное, они поддерживают теперь выборки не только по ключам, а по каким-то дополнительным полям. То есть, если я сохранил JSON, весь объект своего пользователя для него хранится, адрес хранится, не знаю, его посты в блок, потому что я таким образом, например, решил хранить еще что-нибудь. И тому подобное, я могу взять, искать, выбери мне, пожалуйста, тех пользователей, у которых хайпов указано, не знаю, пользователь, точка, детали пользователя, точка, адрес, точка, город. И сама вот эта система, она поймет о том, что это все там JSON, о том, что надо обратить по коллекции, найти тех, у кого-то все элементы есть, и достать тех, у кого-то сидела Харьков. Теперь, что меня поразило, еще до того, как я использовал новостки решения, просто там где-то прочитал в блоге, про MNDB, одна из трех новостки хранилищ, которые документы, у них есть такое классное решение. Понятно, там, ну, все знают, что такое индекс, индекс строится для того, чтобы ускорять выборки. То же самое, да, здесь документы хранилища. Построили индекс, выборки будут быстрее, поэтому более. если там не строили, то он там будет медленнее перебирать и тому подобное. Так вот, собственно, в RavenDB там сделана следующим образом система. Допустим, я обращаюсь, иду, обращаюсь по, говорю, в Риме, пользователе, которые живут в Харькеле. Она смотрит такое, ага, пользователи, допустим, тысяча, сейчас я все равно буду все перебирать, построю, когда я заодно индекс, положу его в оперативную память, думаю, зачем там понадобится еще. Ну, так вот, тихая, строила индекс, потом смотрит в течение дня, обращался там десять тысяч раз к этому полю, и тут в конце дня такая система, думаю, это классно. У меня тут есть в оперативной памяти индекс, и этот чувак к нему уходит очень-очень часто. Если что-то, судя по всему, не собирается прекращать к нему уходить, материализуй-ка этот индекс, пусть он у меня теперь всегда вечно будет на этом поле. Мешать не будет явно. А если, допустим, хожу по-другому полю из администратора или что-то еще, какой-то такой флажок, то оно там 10 раз в день, когда админ шарится, и в конце дня система смотрит так, классно, тут есть у меня в памяти индекс, на каком-то поле по административному, к нему ходить 10 раз в день, сейчас я отдыхаю, и труп на его, нафига напомнить не надо, и тому подобное. Короче, это нереально круто. Если в город или в эскейл сервере я должен все время думать о том, что мне выборки надо делать там вот в таких-то случаях, там все вэя, которые у меня есть, часто используются на них для настроек индексов и тому подобное, я об этом должен все время думать. То есть здесь, блин, система думает за меня. Почему чуваки из Орфла не могли это написать давно? У них точно так же есть вся эта необходимая информация, они статистику накапливают, почему тебе и там должны об этом думать, или я как разработчик. Вот это отличает все эти системы на эскейл. Они реально думают о том, как с ними должны работать. и тому подобное. Они просто деньги зарплатывают, грубо говоря, и на этом делают то, на чем деньги можно сделать. Это в свое время очень сильно купило. Не знаю, такая простая вещь, легко реализовать. Она здесь есть, там ее нет. Транзакции, да? Там есть такая вещь в обычных SQL-ах. Здесь я скажу сразу, здесь печалька. Стандарт цены. Ну, во-первых, полностью вообще эти, поддерживаясь только в него FG-хранилище. Еще RavenDB, заявляешь, что в определенном режиме работы там тоже есть полная поддержка, ну, как бы там, это зависит от режима. Причем не FG-хранилище, там, они как бы, как бы, регуляционные, потому что графы, статистическое вещество, вот, поэтому с разработчиками у них проще. Redis поддерживает только атомарные операции, которые можно откатывать, ну, пучком, но в каких-то сложных вещах, там, про них есть затыки. CloudDB и Cassandra вообще предлагают optimistic concurrency, это то, что у меня спрашивали здесь, то есть все такое optimistic concurrency, это когда я шлепну линия в хранилище и передаю ту версию данных, с которыми работал. Если там уже более новые данные лежат, ну, какого-то, допустим, сервера уже положили новое, то у меня придет эксепшн. я там у себя должен либо вообще упасть, либо это дело повторить. Вот. И здесь я как бы остановлюсь на минутку и чуть-чуть более подробно затрону, потому что вот как раз тазакция, это хороший пример того, где происходит майншифт. То есть, даже на конкретной сдаче это все дело покажу. Например, есть задача. Вот мы с Сиодна находимся, где мы находимся, металлист, конференц-зал. Металлист обновляли и там этот зал построили. Почему? Потому что у вас там был Евро 2012. Да, все это дело происходило. Представим себе систему, которая позволяет нам букать билеты на Евро 2012. Допустим, букание билета происходит таким образом. Я там в какой-то момент, не знаю, час х, на сайте это возможно, что это доступно. И понятно, что все подарим и будут себе билеты покупать. И, допустим, там есть четыре сектора А, Ц, Д, из которых я могу купить себе место. Я не могу купить конкретное место, я могу купить просто из этого сектора, заплатив какое-то количество денег. Собственно, как я могу реализовать всю эту систему? Так самое большое, что я могу сделать, я могу создать табличку, ну или коллекцию, новостные решения, в которой будет лежать слева ключ, это имя сектора, допустим, а справа циферка, которая говорит, сколько осталось билетов так как у меня все равно билеты не покупают, сколько осталось свободных билетов со свободных мест здесь? Что будет, когда я это дело заимплементирую? Ну, все, окей. А, и моя программа будет реализована следующим образом. Человек нажал звук «букать билет», я такой, сходил в базу и посмотрел, есть ли там свободные билеты, допустим, есть 170 билетов в А. Классно, и говорю базу 169, теперь запиши туда. Ну и человеку говорю, что вот, типа, ты билет получил, потом обратись, когда они будут конкретные. Если вот такая высоконагружная система, то сразу же, когда я схожу в базу, на самом деле, прочитаю на 170, уменьшим до 169 и схожу туда, положу назад, мне придет эксепшн, если я версии передал, данных, с которыми работал, которые мне скажут, чувак, тут уже кто-то изменил, тут уже 150 лежит. Я не знаю, что ты хочешь на 169 класть, но уже здесь 150, 20 лет успели купить пока, надумал. Окей. Скажу я, и, наверное, в текле его пытаюсь это дело повторить там 10 раз, пока не упаду. И, скорее всего, даже упаду, потому что очень сложно будет на это дело попасть. Что здесь можно сделать? Сразу скажу, что в таком простом примере, в принципе, там, в новойской хранилище есть атомарные операции типа, там, декремент, инкремент, можно попасть команду уменьшить на один, но все равно, там, ну, минус 1, и тому подобное. Вот здесь меншит происходит, потому что предлагаю сделать следующее. Неважно то, что человек покупает билет, независимо от того, какой-то обезличенный, пока что, без номера, можно сохранить, для каждого, скажем так, сектора, сохранить не число, которое, ну, сколько там осталось билетов, а хранить последовательность, где ключом будет являться, допустим, не во сектора, ну, или сектора, неважно, там, может, разные коллекции, неважно, ключом является номер места. И если на всех периодит еще мест, то у меня хранилище, в котором ключи от 1 до 2 тысяч идут, и флажок, куплено, не куплено. И система делает следующее. берет и смотрит, ну, просто там, если, не знаю, на предюсерном вообще свободные места, раз, и потом рандомное число подсовывает, тянет оттуда, если рандомное, ну, как бы, все еще свободно, пытается его продать, сохранить назад, если никто не попал на это же самое место, тогда сохраняет. Ну, и то же самое закрепляет самым режимом. Эта система, она устойчивее, чем предыдущая, потому что с этим рендом, там меньше будет пересечений, но как только билеты подают к концу, то есть вам останется 10 билетов, то все будут за ним верить, но в 300 даже самая фигня, скорее всего, никто не сможешь ничего купить, ну, короче, или будет много отказов. Еще лучше сделать следующее, можно выбирать, уже у нас не так много данных, мы можем выбирать на клиента все билеты как таковые, вообще, ну, все билеты, и потом, ну, среди этих всех билетов как таковых, рендом уже выбирать конкретное число, тогда еще лучше отказ, ну, короче, можно много за этим делом писать. В 2007 году, когда только-только еще там не было слухового с QR-кой таковой, так называемый человек Adam Heroku, он имеет отношение к сайту Heroku.com тоже много раздумал вот такими проблемами, о которых мы сейчас говорим, о том, как все это дело пукать или не пукать, он предложил тогда сохранять, так называемые, ну, хранить не данные в базе, а цепочку тех событий, которые вообще происходили, то есть он говорит, так, забейте, короче, храните просто туда события, допустим, билет из секция был куплен, билет из секция был куплен, билет из секция был куплен, когда вам надо узнать общее количество, то вам, собственно, надо будет просимировать их, и вы так получите общее число, но при этом у вас не будет этих запарств, что вы не сможете добавить запись в таблицу. В этом случае тоже добавить, какая проблема может быть, мы можем продать больше билетов, чем на самом деле доступно. И это тот момент, где надо смотреть на бизнес, насколько плохо продать больше билетов, или может быть, стоит уступить, сразу быстро и на продажу меньше на 50 билетов, а потом тебе как-то распродать, и тому подобное. Короче, все эти вещи, они такие уже, надо смотреть на конкретные задачи, но интересно, что с вот этим перерасходным билетом или недорасходным билетом, это не проблема, на самом деле, в реальном мире, потому что, как, например, происходит покупка самолетов, покупка билетов на самолеты, компания, которая продает билет на самолеты, она всегда продает больше билетов, чем есть. Это вот такой интересный факт, то есть, если в самолете 100 мест, то компания продает 115, а потом, а потом, если вдруг пришло 110 человек, то и перед ними жутко извиняются, оплачивают им рейс на другом самолете, и они там мотикаются на ту компанию и ждут следующего рейса. Но для компании, конкретно, которая занимается авиаперевозкой, ей выгоднее оставить этого человека, платить ему следующий рейс, билеты и тому подобное, чем пустить самолет, на который не пришло, допустим, 20 человек. Потому что, вот в сумме, подням им это выгоднее. И все компании, которые занимаются авиаперетом, они все так делают. Они все высчитывают этот процент, как там, зависит от погоды, насколько можно больше продать и тому подобное, но все делают так, то есть, и балансируют на этом все в деле. И именно поэтому интернет-те всегда можно найти плохие отзывы на любой противоречивой компании. Которая хуже прочитала, у них будет больше таких плохих отзывов, когда лучше, то у них будет меньше. Короче, вот это маншив. Есть типичные задачи. Многие задачи, которые у нас в жизни возникают, программирование, они влажаются на какие-то конкретные вещи, поэтому интернет открыт, куда можно идти читать, там очень много задач решено и очень много обсуждений есть и многие такие вещи разжевываются. не надо бояться того, что там что-то на таком лечении, там как дальше делать. Окей. И последний момент, потому что мы привыкли делать и использовать в кернилищах, мы знаем, что мы можем выбрать, допустим, если у нас есть таблица пользователей и таблица компаний, в которых они работают, и мы хотим выбрать всех пользователей какой-то компании и у нас есть имя компании, то мы можем выполнить операцию, которая затронет две таблицы. И нам, кернилища само, оно это дело все отдаст, выполнено без нашего участия. Так вот, вот в тех трех типах, о которых я говорил, в основных, в нойске и хрнилищах, такое нельзя делать. То есть, все эти зависимости, эти связи, они становятся на стороне аппликейшн. То есть, аппликейшн должен знать, ты можешь сначала сходить туда, получить по имени компании ее ключ, потом по этому ключу, допустим, сходить в пользователи и достать их. Вот, как бы, такой момент есть. Это означает нам то, что не надо проводить сейчас слишком большую денормализацию данных, то есть, по-хорошему, если мы их не пользователи, а у него есть адресы и тому подобное, то не надо адреса отдельно класть. Кладить их на пользователя, с ним и проще работать. Ничего страшного, слово Харьков будет повторяться несколько раз. Обычно это не так повторяется, потому что каждый адрес бывает руками. Вот, ну, как бы, это действительно узкое место, и даже с человечными там никак не есть. Но это позволяет нам получить те бенефиты, о которых мы говорили. И, в принципе, я не могу сказать, что сильно это мешает. У нас не так много, ну, короче, в случае новостреля количество коллекций получается меньше, чем количество таблиц в случае обычного остреля. То есть, если у нас, я знаю наш текущий проект, таблиц у нас было бы, там, 30-40, количество коллекций у нас 5. Из них зависимости есть только между тремя. То есть, там, одна пара и другая пара зависимости. Все. Больше коллекций никак не связаны, поэтому оно же не мешает, по сути, совершенно. Вот. Но, да, я курил, за что я вам не пришел продавать новые скилли-хранилища, я говорю, все переходите туда и начинаете их пользоваться, выкинуть это ворок, и там, сиквелсирует и тому подобное. И, собственно, есть причина для этого, потому что есть конкретные задачи, которые решаются только скиллем, или, или не только скиллем, но, как минимум, там, лучше им решать. Ну, понятно, да, если у вас есть штат из 100 DBA, которые уже работают, и вы им платите зарплату, то, наверное, это как раз пример, да, можно даже не думать, отдать им, там, базу на разработку, просить их хроники, писать, оптимизировать, и тому подобное, и вот, пусть они как бы работают, и все такое. Ну, а из реальных, как бы, вещей, в случае, если действительно нужны какие-то SQL, SQL-запросы, когда много, много зависимости, ну, действительно, бывают такие вещи, когда зависимости много, и, ну, так быстро с этим делом работать, то, не заморачивайтесь, политические, ну, убедитесь в том, что действительно вам это надо, и используйте. Это, как бы, такое дело. И есть такой момент, когда транзакции, когда вам действительно нужны классные транзакции, стабильные, и тому подобное, ну, все четыре принципа есть, и, например, банка с какой-то предложением, и не получается сделать майншифт, то есть, не получается эту задачу решить, таким образом, который устойчивый на новоскил решения, тогда тоже, ну, одеваться некуда, лучше использовать уже как примерный инструмент, и, как бы, с ним работать. Вот, что я хочу сказать, еще пока не дошел до этого слайда, я, к сожалению, еще хочу один слайд добавить, да, не успел пока что. Еще есть такой момент с SQL, у него намного больше административных тулсорбин, которые можно использовать, то есть, там, не знаю, менеджмент студия, там, деки-дебаггеры, логгеры, и тому подобное вещи. Сами по себе администраторы больше умеют работать с этим всем делом, то есть, все новоскил решения, они молодые, там не успела выйти, настолько большое количество вещей, которые можно использовать, между ними выбирать, но успела вырасти очень большое комьюнити, то есть, нельзя выйти на улицу и там сразу кто-то расскажет, там, не знаю, о том, как решить какую-то оздачу, реальность. По нормальной форме много людей расскажут, про то, как там без транзакции обойтись, мало кто расскажет, и это тоже надо иметь ввиду, потому что на это можно натыкаться, если есть какая-то проблема, не факт, что ее быстро можно на гуглищ в интернете. Хорошо, если есть друг, который работал с этим хранилищем, он подскажет, если нет, то это будет мешать, ну, как бы да, такой момент есть, но ничего не поделаешь. Ну, в принципе, опять же, на реальном продукте все нормально. Ну, да, иногда что-то такое происходит, ну, приходится тратить там четыре часа, допустим, вместо там двух часов, если бы такая проблема произошла бы на SQL. но самое главное, что я хочу сказать, то что вам, в любом случае, вам необходимо, если вдруг у вас стоит вопрос выбора хранилища, вы не работаете с конкретным, то выбирайте то, что надо для конкретной этой задачи. И тот же Фауэллер, он там восьмом, помню, в девятом году сформулировал так называемое понятие, как полиглот персистент, и вообще датабейс полиглоток таковые, он говорит, смотрите, короче, лет через десять, или двадцать, в любом случае, будет такая ситуация, что на одном и том же проекте разработчики будут использовать несколько хранилищ, то есть разных, допустим, Mongo, K-Vale, TamiSql сервер. Почему? Потому что это наиболее правильно использовать для каких-то конкретных задач то хранилище, которое больше под него заточено. Мы сейчас, например, на проекте используем два хранилища. Одно заточено больше под поиск и под текстовые выборки, это Lastig Search, а второе для основных и не данных это MongoDB. Как только мы начнем анализировать графы на наших пользователей, собираем статистику, мы еще Neo4j подключим, потому что там удобно с графами работать. И это то, что надо иметь в виду, в любом случае. Надо выбирать правильную вещь под правильную задачу. Собственно, это все. Немного обо мне. Я один из ведущих подкастов dotband.com. Мы говорим про разные интересные вещи, в частности Новоскейли хотим затронуть. В принципе, это dot-ed ориентированный подкаст, но 50% выпуска у нас про общие вещи, например, типа Новоскейли или Junior, или что-то еще в этом духе, который интересно слушать всем людям. Поэтому, если интересно, то заходите послушайте нас. Это мой никнейм в Твиттере. По Твиттеру можно раскрутить все остальные мои блог, email, контактный телефон, skype и тому подобные вещи. По ссылкам просто пройти достаточно. Поэтому, если будут какие-то вопросы, можно их либо в Твиттере задавать, либо любой другой доступный вам доступным способом. И вот я там помянут еще одного человека Твиттера. Это человек, который мне помогал сделать эту презентацию. Он дизайнер очень крутой, поэтому если тоже кому-то с ним интересно пообщаться, можно посмотреть его имя. И эта презентация, она лежит на Сладшаре. Ее, я думаю, кто-то из организаторов положит на сайт PHP, но если вдруг вы не найдете, то на Сладшаре у меня никтейм точно такой же, как в Твиттере sladshara.net касая черта нижняя подчеркивая толка. Там она есть, если что-то вы забыли или что-то интересно вас повторить. Welcome. В принципе, все. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо.